Девушки отдыхают 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 в Службе Неподлегу и Садовских Генералов. Ержей Гидзе написал Организацию Волность и вешать тоже написал историю первого пулку Стрелецкого, когда мы говорим о летах первых, то есть от 1919, как и тогда, когда мы говорим о летах последних. Ктой из этих окрасов для тебя был важнейший? Конечно, если мог бы еще скончить мысль попреднюю, потому что, кажется, что твои вопросы в Гонцирске к этому смешало, потому что не совсем хорошо выяснилось, что все это все взяло. Минувище, как все живо в ПЛЛ и визяло, что это только Альцарта Польской Неподлеговой и визяло, как выглядит воиск ПЛЛ-ске, но, имея минимальную визуальность того, как выглядит воиск в Новом Содчу, хотя бы в таком небольшом, в конце концов, карнезоне Второй Респосполитой, то, силом речи, хотелось бы что-то больше о том визеять и доведеть. А по-за тем, как живо в памяти это окраснение воинского поля, которое в часах, когда ПОЛСКА утратила Неподлегусть, то было маржением поконанных, так как было. А когда ПОЛСКА была Неподлегусть, то была зеленцем волности. И то, та зеленеца волности, то, 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 то такое сфор... Дисей падло в тракте апелу ПОЛЭК. Ну, конечно, так падло, бо, 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 то есть coś piękного, зеленеца волности, воиско, jako, полска, jako зеленеца волности, яко маржением поконанных. Бо, наши дзеј, как видите, синусы идутся, плотом, и раз ест лепее, раз ест горше, але, то воиско завсше бадо ми интриговало. ПОНИВАЗ, чућелћы разы зашше сондецеренем. Јестэм сондецерен, нео, ятно, то, 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 то chcę медити bounty о чемолось, как再јomсеге о тем воиску, которое стаконовало тут, которое, склалало се причёж з наших родалев, так? Сокладело се с сондецам, гѐвниј и спод Халан, всважно в первом окре формирования Polски Неподъегло в ёсени 1918 И было, по-экселанс, первым отделом ВПП по Заполам. Это был первый взватый отдел ВПП, который в весени 1918 года выдаил в Тарнове первый розказ ВПП. Он до сегодня заховался в Центральном паркивом востовом и носил номер один. Носил номер один. З 31.10.1918 года. Почему я говорю в Тарнове? Потому что был это батальон уполняющий 20. Галикийский ППП, который складывался в Сан-Беджаке и Петхала, до стационарного Псовчу. Но Австриаки, чтобы его отрвать от своей матери, то его часом дали до Тарновы. Потому что там в этом батальоне, подобно как в полке, который занимался в этом часе над Биавом во Волочах, то конспирала молодежь, та востковая, подхоронжевые, подпорушники, подпорушники. У нас, как бы, в наших головах kierовало в kierunku 19-вечного спису подхоронжев, которого мы помним с Повстания Листопадового. Это тоже был бунт против Москалам, который начали подхоронжевые. И тут, в грунте речи, наши лодаки, братья, правда? То есть наши вшотки, ну, взвалили себя на речь, ну, огромное небезопасно. Потому что, как вы видите, в каждом войске, какое оно было бы ни было, ну, здраве, оно полностью, которое может их смертью. И австриятские сомли половы, ну, половано на свою конспирacyjной организации «Волность», сглаженную главную с младшим офицерами Бойска 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 и потом все, что произошло, то есть, что произошло, то есть, что произошло, как эта конспирация заварила на том, что потратили, под сам конец первой войны святой, с фронта москва над Бяло проводить отдел в целом до Нового Солнца. Вы представьте себе, как без влажности, которую сегодня можете себе представить, что каждый из вас ма телефон коммуника, так? Можете себя между собой порозумевать. А там, все было, что так скажем, в руках, сердцах и головах этих людей. Они musели себя тримать разом. Атакованы через Уохов, от Захода над Бяло, постановили не дать себя разгромить, постановили не дать себя ни разгромить Уохову, а не австриакам, которые тоже, ведут, что уже с конец первой войны святой, хотели бы отзыскать ту брою, которую имели. По кое полакам оставить брою, даже если бы отзывали неподлеглость. А сондачане постановили, что они с над этой Бяло, те тысячи километров, не дать себя разгромить до Солнца Нового Солнца. И это был единственный знаний в истории тамтих часов, что полакам повернул на полакам 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 не дать себя разгромить. Важно, в этом контексте вспомнить о том, что пробовали его разгромить за ровно чеси, как и австриаки, и что полакам были досконально организованы. Потому что сегодня, как мыслим о том, чтобы приезжать с Волок до Польши, то так часто планируем два дни езды самохотом, а как уже выжить острошнее, то три дни. Тогда подруга 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 были досконально непосредственно обойдували мировые то, что молодые люди по-первых, продажи против и, по-вторых, будут быть теми, побеждали у них полакам на пола пола по-вторых, в пара в 10. aco 1918 года. Сколько это в них взяло? Как это было? Как это было? Как это было устроено? Ну, это конечно не взяло с никуда, потому что такие вещи так себе не происходят. Глубка сведомощь, историческая, глубокий патриотизм, это все, что они не только из домов родственных, но и из школ садовских. Из лiceума, из гимназиума назывался это гимназиум, конечно, но и заодно первого, я и другого. Это была атмосфера миста над Дунайцем и каминником. Миаста незвыклего, то верьте в то, что наоборот это были личные добры. И этот дух, такой волнощиный, который тут панал. Я не без козели называл его садовцызнэ и Новый Сонц таким галлицейским пьемотом, таким местом, где та неподлеглость родила с первым осведомостью. Это было невероятное поколение гимназиальное, которое, можно сказать, уже где-то на początku XX ст. начало творить конспирательные связки студенцкие, потому что называли гимназиум студентами, а студентами в дизейшем розуме академиками. Это были такие организации студенцкие конспирательные в рамках этих гимназиум садовских. И они уже тогда задавали себя, эти молодые люди, над тем, как это сделать, чтобы отзыскать ПОЛСКЕ Неподлиглую, чтобы поучить те всеские заборы. И я myślę, что этот стан świadomoсти, который они уже в шерегах армии австриакской пренесли на подофицеров и жоўнерзи, которые им уфали, потому что они поносили разом с ними те труды военные, они были, в wielu журнам есть подкрышленные, были для них научцелами и всказывали дроби, потому что это был такой дробием эдукацийный. Но в этом моменте важно вспомнить о том, что конспиратурами, те, которые несли в себе новую ПОЛСКЕ, были прежде всего поручници. Молодцы офицерские, не ци najстарши. Конечно, что так. Потому что армия австрианская была так сконструирована, что, в большинстве случаев, ци офицерами, которые служили в ней, но были резервистами на каждый день, а в тракте войны стали вциальными до этих шерегов, то была та интеллигенция полска. Такая о odpowiedнем крюкослубе и о odpowiedнем идее и прагнении. Я понимаю, что, как мы говорим о тем, о выемоковости этого войска, то та выемоковость была, склодалася как бы с двух элементов. То есть один элемент это интеллигенция, которая находилась на час войны в войску, а второй элемент это люди, которые начинают конспировать, шукав драк до неподлегности. И масса жоўниерска, которая становилась 90% нашего Саудыцкого. Масса жоўниерска, которая была часто марни выэдукована, а в гуле были то жоўниерги аналфавеци. Но сегодня не потратите себе этого выоказить. Но выобразите себе, что в 1918 году, как полска отзыскала неподлеглость, в первом пулку шэнсу подхалањске в Найосончу повстал так званый университет жоўниерска. Официрови заобачили, с каким проблемом мы до чинения. И каждый офицер мяў обовијзек по своей службе за дармо пощвечить час на едукакј жоўниерска, потому что в 70% были то аналфавеци. И они мили обовијзек по своей нормальной жоўниерской службе по школену, по той, по тамте, правда? Чи в час, в часе еще бали, бо то уже не умеј, то мы были на фронте, а как только были в гарнизоне, мили обовијзек учить, писај, чытај, раховать ораз географии и истории польсхи. То был их обовијзек. И в первом пулку шэнсу подхалањске еще до пущних лет двудзистих каждый обувјр нового рочника до војска, то был, то была опруч научи сштуки војнной, правда? и чвиче, то была едукакия и выхование. Не только попрез писание, чытај, рахование, правда? и о Польсце, о их истории, географии, але ровнеж культурово. Был театр жојнерский, з правдивого здаржения, который конкуровај в pewnом сенсе з театрем роботничим, который тут уже обходиј в сервисе, по-на-длах, и то был обувјзек тих офицеров. То есть, то есть, как мы стулеще сейчас прецеж выдания всказај для сыну под хала Оркана, правда? Сыном обходијм стулеще того, то Оркан писај в этих своих всказаниях. Як взялајсь coś от своей всти, от своего миаса, от своей ойчызны и осијгнавајсь певний позијм, то мусиш докручить тем всеским, ктось того потребујј. То есть chyba тоже ответјдь на пытајн о феномен, который дотыциј всти сађдецкей. О, слушайте, пањсво, јс рок 1846, вјщ вјнксости беже удзял в рабации. Сај два, може три припадки в целой Маополце, в которых хуопи не бьеру удзялу в рабации. Йес рот 1914, два поколения пјзней и ци хуопи гремијни засилаю војско польске. Помимо того, что не было телефону, не было факсов, не было телевизиј, не было радиа. А друк было, не бьем, одна дзесјта з того, којсостаре. дзесјта. Ци офицерови выховали патриотов. Люди, ктоши пошли војцијть. Так, очевидси, что так. И то не только ци, ктоши знајдавали в шарегах армии австриакской подсцез Пьерси војн святово, но и значна их часть, в которой удало се достојть до легионов полси. Виец, процентова то была огромна влајси младзиј зевси, младзијщи земјсничеј, не только тих кандидатов на полских интелигентов на зијси, в семинариј научијцијске, как в Станев Сочу младзиј знакомите семинариј научијске мэске. Но то все трудно себе дзијј војзиј не младзиј не младзиј спробуйте себе војзиј, что на фронте влоски јсцеј атаковани з всјских можливих строн прес офензиј влоску и не на каких-то возах вас везу, не колеј, плај, плај, тих выцовујцей одзијј, тихо они на пијоте прес два тигодни шли з над пијвы аж до Словени, на терен дзисейсшеј Словени под Рубјане, а до окој зяјјся страшне речи, бо панувај втед в таки настрій революцијј, плај, 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 революциј пајзиј плајдзијј в Росји ўratesерували верни, вирни enabled были полкајми и молодшим официјјј, подпоруццегус поручнијј, з ту надзејј, що им ѕда дочијки до Н Εго Согсјја в пјјним успројение, advisorите и пјјним ремус �тајјј. И они под Рубјану пајвили дворец колијјти, сталіли поцијг, ну прај careς нот нікذ не чекав. anche ifieни Они сделали свои пухни половые и они на этом дворце, которое опанывали де-факто, завагонировали и тысяча, примерно 200 людей с полным эквивалентом начали ехать в Херунку Польска. На каждом пристанку, на каждом дворце, на территории Австрии грузило им раздроение. Прямо до walkи дошло бедно, где пробовали их остаточнее раздроить и где musели выставить карабины машиновые на дахи и грозили, что осуществляют дворец и так далее. И не знаю, как бы это еще закончилось, если бы не то, что капелан наш, кс. Антоний Медоинский, этого же булка, взял ворок-консерв и пистолет. И поселил до коменданта дворца. И была там сленна сцена, сказал комендантом дворца, «Ту мам ворок-консерв, а тут мам пистолет». «А там, как пан комендант побачит через окно, как с жоўнирзе приготывали». «То кое пан воли?» А он говорит «ворок-консерв». И кс. Медоинский приказал ворок-консерв, достали новую локомотиву, правда, и та нова локомотива начали их въезти в природу Нового Сонца. Еще врешље пробовали их разбоить, но пара сери с тяжким карабином масшином споведовала, что они приехали и доехали до Нового Сонца. И что сделали в Новом Сонцу? В Новом Сонцу написали элегантский лист до коменданта в Ведня, что молдруют пану комендантом, иначе целый склад экстра ЦУК Д, правда, доехал до Нового Сонца. Барсо сердецьми дякујмя за локомотиву, которую меньше реквируем на почет скарбу ново-повстајй Польсхи. То есть мили еще немного почути хумору в этом всескем? То сейчас есть такое пытање. Врочили до Нового Сонца в полове листопада 1918 года, а Новый Сонць есть первым, или одним из первых миаст, которое высыла до Лвова посићки в связи с локами, которые начали на почетку листопада 1918 года. Какие, вг. тебе, битвы, места, выражения были и сон до дијс символами первого пуњку стрелцов подхалањских. Бо, очище, то... Те пытања на пеуно знањдњся в конкурсі историчном. Те пытање трудно не пытањ о то, кто грањ до дефилады одзялов полських и украњских на Хрешчатлику в пятницу 1920 году, тогда, когда војска полське и украњске дефиловали пред мешкањцами Кијва. Те пытањске, а нем тен экстра цук д з Бедняк дојха до Нового Сонца, то знане са из опису такие ситуации, в которых поцињг јхањ специально не волно, уже тут через Сондачызнэ, уже с Тарнауа выехањ и ехањ в дуу. И ци жоўнирзе в своих мейссовоњчах выскакивали с тег ов поцелку, не затримал бы си в поцелку, а ехањ, а поволуку, они выскакивали, чтобы се з родзинами привицаћ. И ци офицері, как то в тих вспомнињах јхе написано, обавали си, с кем они дојдњ до тега Нового Сонца. Но а остаточни дојдали до тега Нового Сонца. И как мујј јрдња, дојдње в цијдње 2-3 дни цаја та жоўниерска браќ, которая выскакивала, чтобы се показать в дому по тылу летах војны и привитаць, натихиаст браќаа говорили, что Польска јс в поцеле. То было несамовито. Студ, в Новом Сонцу, те одзијы војска польска польска были блескавичны, тен пијси бук шцелцу подхалајску, как јссо јрдње названо, на најбардзеј таке загрожоње отцинки фронту. Бо то был вычвичны жојјц, жојјц, который уфаў своим офицерам, кој в тамтих часах не было очевидно, бо те настоји таке революцијне, правда, панувај в целејј врјбе. Наси борћли рњјјць с подстанием komunистичным под Парно-Брегем. Очыјище, очыјище. Але врјћмі до тих найвајзнейших битејв, таких символи, tää, твојим занем, завсше SENSECZАНИ, завссе учејјццијцекини сцд日јљсхџју, висеше повиньен б... Я myślę, трёгг, мисим пијлжтјм сојкајцтюјцем один к. Парно-Биんский живејцтј залајгәццај sparјцтјјцк ајшојцијнаftaјн своји бата я third арueјьними батл cara пајтяма бо отк Steelјدم од т в снојјатаный молодежи, гимназиальной и ремеслиницией, очень быстро вычислены офицеров и подофицеров этого голосомельского отдела, которые удали на очередь Лвова. И этого аспекта не можно запомнить, потому что 1 апреля Украинцы пробовали обманывать Лвов. И это была та очередь, которую проводил пусть, позднейший Войска Польского и офиара немецкая за Auschwitz, правда, пусть Пиасецкий, а тогда капитан Пиасецкий. И отпроводил эту молодежь сандецком до Лвова. Это была первая вещь, которую musimy память, потому что это очень важная, потому что это уже почеток листопада 1918 года. А затем, я думаю, что важными моментами такими, это от ст. 19-го года в Валеха на фронте украинским, подраворусским, и так далее, и так далее. Потому что тогда там были наши хлопцы. З колеи тоже часть отделов сандецких интервенировала на Шлоско-Cесчинском, потому что Цехам запрагнуло себя забрать нам кауэк там этого терену, потому что это был терен, как потом оказалось, спорный, но терен очень хорошо развитием. И там тоже сандецкие поездки. Но потом, конечно, в 2020 году, в общем, трудно без этой истории воинской сандецкой обрезать. Пиусуцкий постановил утереть вместе с войсками украинскими, с Симона Петлуры, который постановил утереть на Схуд, как бы упреждать атак армии и до этого главного утерения взял лучшие отделы, какие тогда были отделы устроены, и вычислены, и так далее, и так далее. И одним из них был первый пулк стрелцов подхалаевских, опроч таких стандарных легионов, и здесь мы по-моему, даже это подтвердил или не плач может подхалаевских воинскими руковинами, которые будут вшать вверху воинскими Киева, была 1-я дъозна пехоты и этоale? Ну, оно 已经 года и а между первым и вторым булком Стрелцов-Пухралаевским, потому что нужно помнить, что был и вторым булком Стрелцов-Пухралаевским, тоже в нашей части, из молодежи, из наших околиц. Не только там далее, из Санока, из Кроснай, но и в остальных территориях. И как уже армия червона начала уходить из района Киева и из самого Киева, то все хотели достичь до этого моста на Днепрсе. Вкручить до Киева, достичь до этого легендарного моста на Днепрсе, где подобно Клобры умерлил мечем и себя высчерби, стон шчербиц. И членено это немалово на выщиге. И две компании из 1-го булка Стрелцов-Пухралаевских дотарны, если не первые, то приятнее на ровно с отделами легендовыми. Ну и были какие-то квасы в Польске в Польске, что те две наши сундецкие компании без отказа удважили себя вкручить до Киева. Найвейкший успех Оранжа Польске в ХХ веке есть успехом писанным также и тут, и в Новом Сонце. То есть что-то совершенно необычное, потому что, о чем раньше вспоминал, потому что до филада всех из-за победителей в Киеве грала наша Сондецкая Оркестра. Найвейкший успех милитарный Другой Республики. И наши сондецчане были и теми, которые становились оправы этого великого в Киеве. И конец. Рок 1939. Ну, конечно, мы прошли очень быстро и гладко. Потому что мы еще два выступления и еще и на операции конкурсов. Ну, конечно, конечно. Ну, конечно. В 1939 году уже не было так весело. Не потому, чтобы какогость вышеления воевского первого пула была нижняя, нижняя, нижняя в 1920 году, только потому, что первый пулк шерцов боткараевский был в комфортном осамотнении тут, на поутнике. Атакованный не только через войска немецкие, а также через войска русские. О чем часто я запоминаю. И, ну, нижняя, решетки пулк капитулировали аж на предполе Лвова. Мякскость достояла się до неволи немецкой, а также часть офицеров достояла się до неволи росыйской, поэтому скончили Слышный Станислав Кавчак, который был автором этих вспомнений, которые сегодня притачали мы на początku этой уроки, czyli вспомнений с моменту приятия власти в Новом Сомж. Т.е. Один зе спутвурцов организации ВОЛНОЩ. ВОЛНОЩ великих видишься близко плант, а там вести категория категория которые складываются из таких трех частей, потому что мы найдем какие-то новые сандецкие названия, то их там помещаем. То можете увидеть, как все это tragicально для этих офицеров Войска Больского скончилось. Конечно, это было не всем, но там есть более 250 названий в таком маленьком месте, как Новый Сон, в таком маленьком гранизоне. Прежде всего Новый Сон пред война около 32 тысяч человек. То есть огромная танина крви, которую наши родители, наши праздники понесли для волной и неподвижимости Polski. И еще раз на конец задам то вопрос, на которое я сам сам пробую себе ответить. Где? Где шукать? Где шукать этого этоса? Где шукать? Где шукать? Как это стало, что им это было? Каждый хотел бы быть богатером. Каждый хотел бы быть чем-то уникальным. Я думаю, что в выховании таким домовым, традыцейным и в школе. И мы помним, что это были часы, когда был абсолютный консенсус в выховании между домом родственным, школой и господом. Там не было никаких разнос. То есть все это было единство, какую-то сенсовную единство. И это был тот фундамент, и та подбудовая, на которую Киелкова платила, через эдукацию, через выхование школьное. А также люди из нашего территории с нашего территории и непокорные, и не любят неволи такой, в связи с этим, в связи с этим, все это все как-то так сплотило. И в определенном моменте выбухло с таким добрым скотком, с которым мы можем себя сегодня сечить, потому что в засаде мы в основном, мы с чем-то быть думан. И, в основном, этот ваш пакетный конкурс, который следую из Кракова, это уже 9-та, 9-та, то есть что-то красивое. Мой «Легион», «Моя думан». Это даже мне сердце, когда я все о том все помысли. «Мой «Легион», «Моя думан». Это очень красивое. Часто подхалане, так называемые «Горали скалли», «Зе скаллиго подхала», как это поэт Польский писал, то они «Зазросли», что здесь «Самдрычане», «Горали не зимние», «Лахы», «Не-всамо-чамо-чамо-чамо». «Тањцовали», «Тањцовали», «Лахы», «По колана в касы», «Горали» «Съедли», «Лахам» «касы» «зъедли». «Осъобще, «каса» то «каса». «Кто не знаю». «Я всегда хотел бы поднякать «Ежему Гизе», потому что там еще два выступления и обменяне всего, что вяжет с Олимпиадой. Но не прежде всего это выступления «Ежего Гизы» Внесут в себе и потяжный, эмоциональный ладунок. Когда он слушает этого человека, то каждый думает только о одном. То есть, мы должны на поврот это Войско Полское до Нового Сонца проводить. И дяки Юркови, дяки его праздник, дяки его праздникам, удалось нам сесть, несколько лет тому, понад 30 000 подписов, чтобы Войско возвращало до Нового Сонца. Единственная акция в целом Поле, что mieszканики Нового Сонца и Сонечцызны упомнили о своих жоуниверах на поврот. Это в сегодняшней Поле так радкое, так невероятное. Но этого всего, этой горомкой атмосферы, этого почувствия выручки регионов, в котором живем, бы не было, если бы не ИЗА. И за это дякуемся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok